Привет, ты на канале о бизнесе. Если обратить внимание на изобретателей, то именно у них можно найти перспективные идеи для бизнеса. Стартапы всегда дают что-то уникальное и оригинальное, стартапы всегда рассчитаны на перспективу. Более того, по тому или иному стартапу можно понять, действительно ли эта идея для бизнеса интересна целевой аудитории. Здесь собраны самые перспективные стартапы за последнее время, которые ты можешь использовать в реалиях отечественного рынка. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит Ютуб-канал, увидеть примеры инвестирования и первому сдавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Мини-ферма в доме Не обязательно приобретать душистые травы, помидоры черри, острый перец и любую другую зелень в магазине. Сегодня абсолютно все можно выращивать у себя дома, на балконе, на кухне, в небольшом саду. Огромное количество людей пытаются употреблять в пищу только лишь натуральные продукты. Многие заботятся об экологии планеты, многие боятся приобретать что-то из промышленных теплиц. Именно поэтому на кухнях появляются горшки с рассадой и зеленью. Тем не менее, назвать это массовым движением нельзя. У многих зелень попросту погибает из-за ненадлежащего ухода, и они навсегда отказываются от такой идеи. Изобретатель из Калифорнии подумал о том, что проблема заключается именно в способе выращивания зелени на кухне. Он создал небольшую мини-ферму, которая должна решить эту проблему. Это специальный резервуар с почвой, который имеет собственную подсветку, автоматизированную систему полива и контроля температуры. Мини-ферма полностью автоматизирована, нужно только посадить растение и наблюдать за его ростом. Именно из-за простоты эксплуатации такой фермы многие подумают о ее покупке. Это не просто отличный способ употреблять натуральные продукты. Это также очень яркое украшение кухни. В данный момент проект собрал уже более 31 тысячи долларов со стороны инвесторов. Этого достаточно для реализации идеи, и уже сегодня начинается строительство промышленных цехов. Тебе это говорит о том, что идея действительно актуальная, и ты можешь ее повторить. Ничего сложного в этом изобретении нет, но и конкуренции на рынке тоже нет, что позволит мини-фермам быстро продаваться по всему миру. Компактная посудомоечная машина Никто не любит мыть посуду. Это изнурительная работа, которая редко доставляет удовольствие. Классические посудомоечные машины могут решить эту проблему, они отлично очищают посуду. Тем не менее, если речь заходит о небольшой семье из двух-трех человек, то большая посудомоечная машина уже не так эффективна. Запускать мойку трех тарелок нецелесообразно, а большее количество посуды попросту не набирается. В результате легче открыть кран и помыть небольшое количество посуды, нежели запускать полноценную бытовую технику. Изобретатель из Великобритании подумал о том, что эту проблему можно и нужно решать. Он создал свою версию посудомоечной машины, которая получила массу положительных отзывов. Все довольно просто. Он взял уже известные технологии классических посудомоечных машин и уменьшил все это в размерах. Получилась небольшая бытовая техника, которую можно переносить с места на место, устанавливать на столе рядом с мойкой. В таком устройстве есть небольшой резервуар для посуды. В этот резервуар помещается посуда после обеда или ужина небольшой семьи. Остается нажать кнопку, посуда будет вымыта автоматически. Этот проект за несколько дней собрал 160 тысяч долларов инвестиций, и деньги продолжают поступать. В данный момент изобретатель уже готовится к массовому производству бытовой техники. Ты можешь взять идею за основу своего будущего бизнеса. Нет никаких сомнений в том, что небольшие посудомоечные машины будут пользоваться огромным спросом на отечественном рынке. Компактная смарт-камера Сегодня сложно представить жизнь без камеры в смартфоне. Сейчас очень легко создать фотографию или записать видео высокого качества. Смартфоны способны справляться с любыми задачами. Но сказать о том, что смартфон – это самое удобное устройство для фото и видео, нельзя. Телефон является универсальным инструментом, который используется для связи с родными, коллегами и друзьями. Тем не менее, если кто-то отправляется в путешествие, то большая часть снимков будут сохранены именно на смартфон. В результате этого телефон быстро разряжается, там резко уменьшается объем свободной памяти, галерея заполняется сотнями неудачных кадров. Изобретатель из Гонконга подумал о том, что смартфон – это не самое лучшее решение для фото и видео, поэтому он создал свой гаджет для таких целей. По сути, он соединил три устройства в одном корпусе. Он разместил мини-компьютер на базе Android в стабилизаторе, на котором уже установлен качественный объектив камеры. Получается одно компактное устройство, которое создано для фото и видеосъемки. Оно очень удобное, компактное, позволяет создавать контент высокого качества. При этом смартфон не обязательно доставать из кармана. Сегодня ты можешь увидеть многих людей на улице, которые используют ручной стабилизатор для смартфона. Это громоздкая конструкция, которой не очень удобно пользоваться. Если ты повторишь успех изобретателя из Гонконга, то наверняка добьешься успеха. Проект уже собрал более 68 тысяч долларов, что говорит о его актуальности. Портативный сканер нового поколения Мир становится цифровым, и этого уже не отменить. Осталось совсем немного, и все мы забудем о том, что такое бумажные документы, книги, договора и так далее. Это попросту неизбежно. Производить печатную продукцию не очень-то и выгодно, ведь это уничтожение деревьев, огромные фабрики и заводы, трагедия для экологии. Но сегодня огромное количество информации поступает к нам в печатном виде. Новая информация уже будет создаваться в новом формате. Но та, что есть сегодня, должна быть преобразована. В Техасе нашелся изобретатель, который нашел более эффективный способ сканирования документов. Сам процесс сканирования уже давно изученный, и его эффективность очень высокая. Но форм-фактор сканера в виде планшета является не самым лучшим выбором. Чтобы отсканировать книгу или документы с множеством страниц, необходимо потратить массу времени. Изобретатель создал сканер в виде настольной лампы, под которой размещается документ для сканирования. Лампа быстро сканирует документ, после чего можно перевернуть страницу и запустить процесс снова. Потратив 20 минут свободного времени, можно перевести большую книгу в цифровой формат. Это действительно тот способ сканирования, на который будут обращать особое внимание. В данный момент проект собрал около 30 тысяч долларов со стороны инвесторов, и деньги продолжают поступать. Этого уже достаточно для реализации бизнеса, что говорит об его актуальности и перспективности. Ты также можешь создать протосивный сканер, который будет отличным способом зарабатывать огромные деньги. На отечественном рынке такие сканеры будут пользоваться спросом. Поддержка для осанки Сегодня масса людей работают в офисных центрах. Физический труд отходит на второй план. Сложную работу поручают машинам, роботам и оборудованию. Умственную работу выполняют люди. Они сидят за компьютером на протяжении всего рабочего дня. Чтобы работать в таком режиме и не вредить своему здоровью, необходимо удерживать осанку. Если первый час работы ты будешь задумываться о том, какое нужно удерживать положение тела, то далее все это забудется. Неправильная осанка во время работы становится причиной развития различных хронических заболеваний. Изобретатель из Майами подумал о том, что проблему можно решить. И это решение будет довольно простым. Он создал специальную поддержку для осанки, которая работает идеально. Ты садишься за рабочий стол, надеваешь поддержку и затягиваешь ее до тех пор, пока осанка не будет правильной. Данная поддержка не мешает работать, но она не дает возможности согнуться и искривить хребет. Эта поддержка будет не очень дорогой. Она простая в производстве, и она наверняка станет хитом продаж среди офисных сотрудников. Проект уже собрал более 30 тысяч долларов. Этого вполне хватит для старта производства. Ты можешь легко взять идею за основу своего бизнеса и реализовать ее на отечественном рынке. Если ты создашь качественный и полезный продукт, а цена на него будет низкой, то это будет основой твоего успеха. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!